Всем привет! Меня зовут Арина, и сегодня в этом видео, наконец-то, у меня дошли руки сделать обзор на одноразки Фиби с переключательным вкусом и с зарядкой. Попробовала-попробовала зарядить-попарить, и поэтому мне как бы есть что рассказать. Вау, Ирина, офигеть, у тебя столько жижек! Сколько же ты денег на это потратила? Блин, ну знаешь, на самом деле не особо много, может, тысячи две, наверное. Я за эти деньги только вот что купила. Где же ты закупаешься? В шарашке на конторе. В шарашкиной конторе? Не в шарашкиной конторе, а в шарашкиной конторе. Там, кстати, по промокоду МУН дают еще скидку 15% и ссылка в закрепленном комментарии. Ну ладно, я обязательно посмотрю. Сегодня я также хочу затестить еще парочку вкусов. Короче, давайте сначала распакуем ледяной персик и ароматный улун. В последнее время производители начали делать такие вот интересные штуки. Иногда я встречаю одноразки аж на три вкуса. Просто, блин, прикиньте, такая вот одноразка здесь лежит. Вообще, на каждом обзоре я распаковываю около пяти-десяти одноразок. Там везде вот эти вот пакетики, заглушки каждой одноразки. И они потом у меня просто валяются по всей квартире, потому что я забываю постоянно убрать. Так, это вкус, как я уже сказала, ледяной персик и ароматный улун. И у этих одноразок я заметила один единственный минус. Ну, лично для меня это минус. Короче, суть в том, что здесь снизу есть переключатель вкусов. И как бы он переключает с первого вкуса на второй. И такой вот вопрос. Откуда я должна знать, какой вкус первый, а какой второй? Здесь, допустим, написано, что первый это чай, второй персик. На этой коробке, на упаковке? Наоборот. Мне кажется, если бы вот здесь вот на корпусе перпендикулярно переключателю вот так вот вертикально написали каждый вкус, можно было бы смотреть, как бы, какой вкус именно ты переключаешь, и это было бы намного удобнее. Давайте включим первый вкус. Кстати, достаточно приятно. Мне кажется, это был персик. Теперь второй вкус. Сто процентов второй вкус молочного. По ощущениям вкусовым можно определить, какой, как бы, вкус первый, какой второй, какой вы сейчас парите. Но, допустим, здесь есть нараска с фруктовым мороженым и черникой гранатом. То есть два достаточно похожих вкуса. Может, конечно, я придираюсь еще там что-то, но вот мне лично не особо это удобно. Так, давайте я вам озвучу характеристики. Во-первых, здесь 2% солевого никотина, 20 мг, 1800 затяжек, объем 6 мл, емкость батареи 450 мАч. По поводу дозарядки. Я сейчас возьму какой-нибудь кабель, куда-нибудь подключу эту одноразку, я уже пробовала какую-то зарядить. Это, по-моему, персиковый урон и цитрус. Я вам хочу сказать, что эта фишка с дозарядкой, это мега удобная штука. Просто вот. И это настолько круто, как бы, за счет того, что вы можете из одноразок выпарить полностью всю жидкость. То есть вы можете одноразку использовать на 100%. Потому что, опять же-таки, я думаю, все знают, что часто даже от каких-то классных производителей мы покупаем одноразки. В итоге там не 1000 затяжек, а 700. Становится обидно, за что мы платим. И потом, если открыть одноразку, можно заметить, что там остается жидкость. То есть вы ее не можете парить не из-за того, что там жижка закончилась, а из-за того, что просто сел аккумулятор. И многие там, конечно, как-то извращаются, заряжают эти одноразки. Но это настолько как-то колхозно, настолько небезопасно. Никому не советую этим заниматься, конечно. Возможно, у вас все нормально. Возможно, у вас еще ничего не взорвалось. Но это пока что. Потому что всякие вот эти вот обычные аккумуляторы, я говорю про самые обычные одноразки, типа HQD и прочих, без разъема. Они не предназначены для разборки и подзарядки в домашних каких-то условиях. Давайте сейчас я вам покажу, как она заряжается. Здесь у нас разъем microUSB. Очевидно, что зарядник у вас не будет идти в комплекте. Я взяла какой-то зарядник у себя дома. Вот. Можно заметить, здесь сгорелся красный индикатор, и она сейчас заряжается. У меня возникла очень классная идея. Мне всегда было интересно, как устроены эти одноразки внутри. С приключателем вкусов. Типа, что там вообще? Типа, две спирали, две ваты? Или как вообще оно переключается? Поэтому сейчас я попробую все это разобрать, как-то открыть. Да, повторюсь, это небезопасно. И дело и так как бы не стоит. Как бы я вейт-блогерша. Всякие одноразки, они по-разному открываются. Наверное, надо попробовать сверху вот это вот снять. О! Да ладно. Есть кусочек ваты. Потом дальше идет какая-то силиконовая заглушка. Видимо, чтобы жидкость там куда-то не протекала. Еще идет большой кусочек ваты. Ну, в принципе, пока что все более-менее стандартно. В принципе, по-моему, я поняла, как все это устроено. Здесь две спирали. Одна над другой. Давайте я вам покажу. Вот что там внутри. Там спираль, в которой тоже какой-то маленький кусочек ваты. Что-то похожее на койлы. И здесь еще вата с жидкостью. То есть, насколько я понимаю, типа, вот этот переключатель, он замыкает определенные контакты. И у вас жидкость испаряется либо снизу, либо сверху. То есть, либо первый, либо второй. Короче, там вот видна одна спираль маленькая в центре. И жидкость, которая с нее испаряется, находится вот здесь вот. Вторая спираль находится над ней. Также здесь сверху идет вот это вот все. Потом силиконовая вот эта штука. И потом еще вот эта вот дополнительная защита, чтобы одноразка не плевала вам в рот и мыть штук. Блин, я реально до этого не знала, как устроены одноразки с переключателем вкусов. Вот, давайте распакуем какой-нибудь другой вкус. У меня здесь есть еще арбуз и энергетик. Вообще, я думаю, нет смысла говорить о том, насколько долго эти одноразки держат заряд, потому что они подзаряжаемы. В принципе, насколько я понимаю, вы можете сколько угодно, короче, ее заряжать. И она у вас закончится только тогда, когда у вас здесь больше не останется жидкости. Тут арбуз и второй энергетик. Но это 100% энергетик. Так, второй. Не, ну второй, очевидно, арбуз. Я думаю, вы уже поняли, что у этих одноразок достаточно хороший вкусопередач. Я не знаю, какой из этих вкусов первый, какой второй. Я не знаю, какой я сейчас парю, и я могу угадать. То есть, по ощущениям реально можно понять, что это за вкус. Вот знаете, если другие одноразки можно, например, сбраковать за то, что там меньше затяжек, чем заявлено, то тут как бы 1800 затяжек. Тут реально, скорее всего, 99% будет 1800 затяжек. Ну, плюс-минус, да? Потому что, опять же, эти одноразки подзаряжаемые. Я все еще не знаю, почему люди до сих пор ходят с обычными одноразками, которые неподзаряжаемые, да, без приключателей вкусов, и жалуются на то, что одноразка слишком быстро разряжается, а жидкость там остается. Я не знаю, почему тогда эти люди до сих пор ходят реально вот с обычными какими-то одноразками, которыми они не до конца довольны, когда есть вот такое подзаряжаемое с переключателем вкусов. Подводя итог, хочу сказать, что вот такие вот одноразки с дозарядкой, еще и с переключателем вкусов, это очень выигрышно. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Тогда поддержите его лайком и подпиской на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok